Терроризм Но прежде чем искать ответы на эти вопросы, Лжас Рамазанов представит хронику этого теракта. Год 2011. Главный редактор Шарли Эбдо Стефан Шарбонье дает интервью после первой атаки на офис газеты из-за карикатур на пророка Мухаммеда. 2013. Из-за скандальных рисунков издание попадает в черный список Аль-Каиды. А в 2015-м под пулей террористов. На видео очевидцев запечатлена перестрелка между уходящими из офиса преступниками и полицейскими. На кадрах зафиксирован момент хладнокровного убийства стража порядка. По рассказам выживших, преступники покидали офис криками «Аллах Акбар». Предварительная причина атаки – публикация карикатур на пророка Мухаммеда. Франсуа Олан, прибыв на место, дал обещание, что виновные не уйдут от наказания. «Франция в шоке от этой террористической атаки. Подчеркиваю, никаких сомнений нет. Это акт терроризма и неслыханное варварство. Нападение на редакцию, которой угрожали в прошлом, которая находилась под защитой полиции. Я собираю министров на срочное заседание. Наш ответ будет жестким. Мы накажем преступников». Полицейские считают, что атака на офис газеты – тщательно спланированный акт. Террористы не случайно выбрали день для массовой расправы. Именно в среду в редакции проходила общая планерка. «Мы противостоим беспрецедентной террористической угрозе, внутренней и внешней. Нашим службам удалось предотвратить серию преступлений, но приходится вести наблюдение за сотнями человек. Не существует нулевого риска». Полиции удалось выйти на след подозреваемых. В угнанном авто стражи порядка нашли удостоверение личности. Уже известны имена двух нападавших. Это братья – Саид и Шариф Куаши. В пятницу жандармерия начала спецоперацию по их задержанию. В небе над промзоной города Дамартен-Ангуэль зависли три вертолета. Территория отцеплена. Выезд и въезд запрещен. В руках у братьев один заложник. К штурму полиция готовилась несколько часов. Сама операция заняла минуты. Подозреваемый убитый, заложник освобожден. Ответственность за теракт взяла на себя Аль-Каида. Об этом сообщают иностранные СМИ. По мнению известного политолога Ерлана Карина, карикатуры на Мухаммеда едва ли можно назвать истинной причиной. Такой вывод эксперт делает на основании анализа деятельности 20 террористических организаций. Можно сказать, что поиск каких-то идеологических мотивов в тех или иных террористических акциях – ошибочный путь. И поэтому связывать этот террористический акт с деятельностью каких-то религиозных групп и тем более рассматривать как некую реакцию на публикацию в своё время в этом журнале каких-то карикатур – это, я думаю, большая ошибка. Тем временем жители Франции выходили на улицы, чтобы почтить память погибших. Аналогичную картину можно было наблюдать по всему миру. В поддержку французского народа и с осуждением теракта к трибуне один за другим выходили лидеры многих стран – Австралии, Канады, Италии, Японии и других. Президент Казахстана также направил Оланду телеграмму с соблезнованиями. Повсеместное распространение терроризма сегодня превратилось в общую угрозу для всех государств. Со своей стороны Казахстан осуждает любое проявление терроризма и экстремизма, ставящих под угрозу международную безопасность. Народ Казахстана в эти дни скорбит вместе с Францией. Журналисты Астаны и Алматы возложили цветы у стен французского консульства. У нас в Фейсбуке есть группа журналистов Казахстана. И, естественно, когда произошла эта трагедия во Франции, мы стали обсуждать эту тему в рамках нашей группы. И Анар Битбасова, журналист портала «Ротель», предложила возложить цветы к посольству Франции или консульству посольства Франции. Поднятые вверхломастеры и карандаши – символ силы скорбящих. Другими словами, свободу слова не убить оружием. Трагедия сплотила жителей всего мира перед угрозой терроризма. На разных языках, в разных странах звучит лозунг солидарности – «Я Шарли». Лжас Рамазанов – другими словами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова